Добрый день! Сейчас мы рассмотрим вопрос подключения выпрямителя регулятора ВРНЛ-1 к лодочному мотору Suzuki DT9.9. Целью этой работы будет оснащение мотора устройством, которое позволит получить постоянный электрический ток для питания различных приборов, таких как эхолот, GPS-навигатор, а также ходовых огней и помп различных, в общем, всего оборудования, которое требует питания автомобильным напряжением, то есть 12-14 вольт. Для выполнения этой работы нам потребуется следующий инструмент. Дрель-шуруповерт со сверлом по металлу диаметром 6,2 мм, кернер и молоток для намечания центра отверстия. Также универсальная отвертка из набора с головкой 10 мм для завинчивания крепежного болта. Болт М6, гровер-шайба разрезная пружинная и две широкие шайбы, плоские широкие шайбы, иногда называемые кузовными в магазинах. Мы видим, что у этого мотора, который предназначен для управления румпелем, отсутствует электростартер, и имеются свободные приливы с резьбовыми отверстиями. Вот на эти отверстия и можно будет закрепить регулятор, чем мы сейчас и займемся. Для установки выпрямителя регулятора на мотор необходимо просверлить в его радиаторе отверстие. Особой точности здесь не требуется, просто прикладывается шайба почти вплотную к схеме регулятора, и сквозь ее центр намечается центр будущего отверстия. Снимаешь? После того, как отверстие просверлено, очень желательно снять заусеницы специальной зенковочной головкой. Приступаем к креплению регулятора. Последовательно надеваем на болт гровер-шайбу разрезную, одну широкую шайбу. Вставляем в радиатор регулятора. С обратной стороны надеваем еще одну шайбу. И прикручиваем к вотору. Прикручиваем с хорошим усилием, чтобы гровер-шайба разрезная хорошо обжалась и зафиксировала регулятор от откручивания. Широкие шайбы нужны для того, чтобы равномерно зажать, распределить усилие на тонкую пластину радиатора и гарантировать, что не поведет и не перекосит эту тонкую пластину от вибрации. То есть надежность крепления. После того, как регулятор закреплен на моторе, его можно подключать. От генераторной катушки мотора из-под маховика выведены три провода. Располагаем их вот в таком порядке. Желтый, красный и красный с желтой полосой. Нам нужно подключить желтые провода регулятора, то есть вход переменного тока, обозначим, к желтому и желто-красному проводам. Нужно с усилием вдавить штекер в розетку до характерного щелчка. И провода таким образом будут подключены. Значит, красный провод на моторе оставляется свободным, туда ничего не подключается. Это средняя точка обмотки, она не используется с данного типа регулятором, в этом нет необходимости. После того, как регулятор закреплен на моторе, нужно как-то вывести добытое электричество за пределы поддона и колпака мотора. То есть подключить провод. Лучше всего использовать провод акустический, красно-черный, с течением медной жилы 1-1,5 мм. Для подключения к регулятору используются стандартные штекеры диаметром 4 мм цилиндрической формы. Эти клеммы предназначены для обжимки специальным инструментом на проводах. Провод должен быть зачищен примерно на 15 мм. Провод вставляется в клемму, слегка зажатую в инструменте, и обжимается резким движением. Такой способ закрепления клемм на проводах используют все производители моторов, точно таким же образом там обжатые, и автомобили. Это общераспространенный, надежный и удобный способ фиксации клемм на проводе. После того, как клеммы обжаты на проводах, их нужно заизолировать. Удобнее всего это сделать при помощи термоусадочной трубки. То есть такая полимерная трубка, которая сжимается при нагревании. Нагревать будем промышленным феном. Трубку надо таким образом, на такую длину надеть, чтобы она не мешала потом вдвигать клеммы, соединять одну в другую. Видно, что под воздействием горячего воздуха термоусадочная трубка плотно облегла клемму и провод. И герметизировала таким образом стык. Лучше вторым слоем, в два слоя, сделать изоляцию, выполнить. Трубка на второй слой берется диаметром побольше. Нужно приобретать трубку наружным диаметром 4 мм и 6 мм на первый и второй слой соответственно. Теперь мы соединяем подготовленный провод с клеммами регулятора. Нужно с усилием вдвинуть штекер в розетку до характерного щелчка. Щелчок получается потому, что выполнены канавки фиксирующие на клеммах, которые входят одна в другую. Мы это увидеть не можем, они закрыты. Но таким образом они предотвращают спадание клемм. Теперь нужно вывести провод за пределы поддона. И сделать это можно также несколькими способами. Самый простой способ это вывести провод в отверстие под рукоятку ручного стартера. Пропускаем провод в отверстие для ручного стартера. Мы видим, что оно снабжено уплотнительной резинкой. Значит, аккуратненько укладываем провода в поддон и надеваем колпак. Так, пропуская ручку. Вот таким вот образом. Резинка обеспечивает довольно сносное уплотнение. И даже во время дождя или брызг во время движения лодки туда не попадет большое количество воды. Все. Этот провод можно провести в лодку и подключать к нему все потребители. Аккумулятор, эхолот, приборы. Причем маломощные приборы могут питаться от регулятора ВРНЛ-1 даже без применения аккумулятора. Но если есть необходимость питать более мощную нагрузку и пользоваться электричеством на стоянке, придя куда-то на отдых, то нужно применять аккумулятор. Любой автомобильный, 12-ти вольтовый. Либо от источников бесперебойного питания. Если есть желание, то можно вывести провод через специальные резиновые заглушки. Их две. Они предусмотрены на поддоне мотора. Но в них придется прорезать отверстия. Кроме того, каждый покупатель может проявить фантазию купить, подобрать подходящие какие-нибудь разъемы радиотехнические, даже годятся, если мотор эксплуатируется в пресноводных водоемах. Либо поискать более герметичные разъемы морского исполнения. И, убрав одну из заглушек, чаще всего круглую, потому что разъемы обычно имеют цилиндрическую форму, установить сюда подходящий разъем и подключать снаружи в этот разъем вилку с проводом. Сейчас мы рассмотрим вариант подключения провода, не требующий настоящих разъемов 4-мм электротехнических, которые мы вам показали. Можно, в крайнем случае, если вы не можете приобрести в своем городе такие разъемы, воспользоваться обычной вилкой от бытовых электроприборов, разборной, естественно, российского производства или советского. По диаметру штыри обычной вилки на 220 вольт идеально подходят к гнездам вот этих вот стандартных разъемов. Но единственное, что нету фиксирующей канавки на штырях, поэтому держаться будут несколько слабее провода. Но можно их сложить вместе и обмотать изолентой. Либо можно вооружиться лупой и надфилем и насечь канавки на штырях в соответствующем месте. Тогда будет фиксироваться. То есть отсутствие в продаже в вашем населенном пункте фирменных клемм-штекеров не может быть препятствием для использования этого регулятора для вывода электричества из лодочного мотора. Пару слов следует сказать о предохранителе, которым снабжен регулятор. Это стандартный автомобильный предохранитель. Вот так он выглядит сам по себе, не вставленный в держатель предохранителя на 10 ампер. Эти предохранители не дефицитные, желательно сразу ими запастись. И назначение этого предохранителя в том, чтобы защищать схему регулятора и защищать генераторные катушки мотора, которые там под маховиком находятся, от опасных токов в случае переполюсовки при подключении аккумулятора. Применяйте правильные предохранители, и это позволит вам избежать серьезных денежных потерь. Итак, мы рассмотрели подключение выпрямителя регулятора напряжения к мотору Suzuki DT9.9. Причем к мотору Suzuki DT15 регулятор подключается точно так же, потому что присоединительные размеры и параметры генераторной катушки у этих моторов одинаковы. Это моторы одной серии. Следует заметить, что новые моторы Suzuki DT9.9A и Suzuki DT15A имеют такой же блок цилиндров, такие же места крепления регулятора, но на новых моделях моторов отсутствует генераторная катушка в базовой поставке. Поэтому для подключения такого регулятора к новым моторам с индексом А требуется приобрести отдельно катушку генераторную, установить ее под маховик, а дальше выполнить все те работы, которые мы уже рассмотрели. Приятного плавания! Субтитры создавал DimaTorzok